Праведный муж, спрашивает меня, загнал семью в долги. Долги – это проклятие или стечение обстоятельств и испытаний? Праведник в долгах. Эти понятия несопоставимы. Праведник в долгах. Праведный человек, мы читаем, что праведные люди и воду одалживали и так далее. То есть праведный человек делал для пророков, зная, что Всевышний воздаст заботиться о пророках Божьих в тяжелые времена. Правильно ли это? Нет, скорее всего, неправильно. То есть есть в конечном счете установка, сколько человек должен тратить, как он должен тратить. Но человек старался в имени небес, а к нему проявлена милость. Слаживается впечатление, что чудеса делает не Бог, а Елисей. Елисей – пророк Божий, он посланник Бога. То, что он делает, делает Бог. Да, как? Я ничего не творю без того, чтобы Бог не сказал мне, не показал мне. Елиса ничего не делает без того, чтобы Бог ему не показал. Поэтому чудеса делает Бог. Семья без отца оказалась праведней, что ради нее произошло чудо. Семья без отца кормилась, имела пропитание. Отец умер. И, может быть, как сказать, все это произошло для того, чтобы явилась слава Всевышнего в нем. Были тяжелые годы, был голод. И отец помогал, зная, что как бы я не видел праведника оставленным и всеми его просящим хлеб. Поэтому здесь как бы есть милость Божья к этому праведнику, который влез в долги, чего не надо было делать, может быть. Может быть, были еще какие-то обстоятельства. Мы не знаем, что там происходило. Может, царь занимал ему в три дорога или требовал какие-то высокие проценты. Мы не знаем ни у кого он занимал. Ничего не знаем. Но здесь как бы что? Она говорит, ты знаешь, что человек боялся Бога. Мое множество от жены, от вдовы и от пророка, что человек боялся Бога. Его долги закрыты. Есть другая история. В псалмах написано, например, занимает злодей и не отдает, а праведник милует и отдает. О чем это речь? Злодей занимает деньги и говорит, я точно отдам. И вроде бы дам, он тоже собирается отдать. Ну, думает человек. Я вот сейчас эти деньги вложу в какое-то дело. Я раскручу все деньги и верну. Но он злодей, у него нету благословения. И поэтому он не может вернуть. Потому что он злодей. Он не злодей, потому что он не отдает деньги. Нет. Он не отдает деньги, потому что он злодей. Он не может рассмотреть, не может отдать, потому что он злодей, у него нету благословения. Праведник милует и дает. То есть одалживает ему для того, чтобы тот получил милость и получил благословение на свои деньги. Долги могут быть испытанием. Долги могут быть испытанием веры для семьи, для детей. и так далее. Часто человек Всевышний ставит перед каким-то испытанием для того, чтобы к чему-то подготовиться. Вот человек жил, и он собирался отдавать, и было с чего, но он умер. Это стало испытанием для вдовы, для сыновей его, как они воспитались, что это превратилось в чудо, которое мы читаем. Это все как бы нам свидетельствует. Вопрос, нужно ли вырезать долги? Нет. По-прежнему могу сказать, что нужно прежде всего расходовать деньги и финансы на свою семью. Всевышним отделяется десятина, максимум пятая часть, и благотворительность за счет семьи, с надеждой на чудо. Это не очень, не очень хорошее дело. Продолжение следует...